Котировкам биткоин удалось вчера определиться с направлением тренда, показав первый технический сигнал на рост, восстановив уровень поддержки Фибоначчи и закрывшись выше скользящей средней томали. Сам аналитик, предложивший размерность 15-дневного периода этого индикатора, точно описывающего краткосрочные циклы роста и спада, считает, что взлету BTC помогла ФРС США, на вчерашнем заседании главного американского финансового ведомства, впервые за 10 лет принято решение опустить учетные процентные ставки. Дешевые кредиты стимулируют потребление, в результате денежная масса M1 растет, вместе с ней увеличивается курс биткоин. Корреляционную связь M1 и BTC открыл портал LongHash, она устойчиво развивается два года подряд. С точки зрения трейдинга, можно отметить следующее наблюдение, снижение ставок заставляет инвесторов брать кредиты и вкладывать их в рисковые активы. Низкие ставки перекрываются за счет прибыли, риски падения хеджируются деривативами, в доле, равной процентам выплат по кредитам. Триоидеры ожидают, что часть кредитных средств может быть потрачена на биткоин, что обеспечит криптовалюте среднесрочный, растущий тренд. В долгосрочной перспективе повышения под вопросом, глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что снижение ставок может быть разовой операцией. Увеличение стоимости биткоин положительно влияет на альткоины, триоидеры обратят внимание в первую очередь на криптовалюты, публикующие значимые корпоративные новости. Среди таких можно выделить Стелла, КСЛМ, разработчики которого запустили новую версию Horizon V 0,19, код приложения и технические подробности выложены на Github. Аналитики отмечают образование разворотного сигнала, перевернутая голова-плечи на графике КСЛМ, что может послужить дополнительным поводом для покупок. Сайт bitcoin.com принадлежащий Роджеру Веру раскрыл подр. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова